Сегодня в Московской и Владимирской областях прошли первые похороны школьников, погибших во время сплава на Сямозере в Карелии. Жертвами этой трагедии стали 13 человек. Горе родных и близких безмерно. Многие говорят, что дети сразу начали жаловаться на условия содержания в лагере. Когда давали путевку, сказали, это замечательный спортивный лагерь, там все хорошо. Потом он мне звонил и сказал, что забирайте меня отсюда. Живем в палатках, холодина, сверху падают клещи. Если, дедушка, я не поеду на море, на этих лодках, то, значит, пожалуйста, не хочешь ехать, оставайся на берегу и три дня будешь тут голодным. Следствие по этому делу продолжается среди задержанных директор лагеря, а также глава Карельского управления Роспотребнадзора. По некоторым данным, под подписку о невыезде отпустили двух инструкторов, студенток Регину Иванову и Людмилу Васильеву. А накануне еще одного, Валерия Круподерщикова. Смягчение условий содержания обусловлено тем, что не выйти в поход они не могли, всем грозили отчислением из вуза. Тем не менее, фигурантами дела они остаются. На Сямозере тем временем продолжается поисковая операция. Все еще неизвестна судьба одного подростка. По словам спасателей, есть надежда, что он жив. Ребенок мог выбраться из воды и заблудиться в лесу. Сейчас зона поисков значительно расширена. Спасибо.